Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю поговорить о том, как обеспечивается безопасность на водоемах области. Присоединяйтесь! Присоединяйтесь! В внутренних войсках стратегического назначения, военно-космических силах, вооруженных сил Советского Союза и Российской Федерации. Служил во внутренних войсках МВД Республики Беларусь. С 1995 года занимал должность заместителя командира 6-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД в городе Гомеле. В нынешней должности с 2006 года. Награжден 10 медалями СССР и Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются деятельности областной организации «Освод» прямо сейчас, можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Васильевич, как отпраздновали один из любимых народных праздников Купалья? Вчера жители региона обошлось ли без происшествий? Мы отпраздновали весело, хорошо, а для нас главное, что все эти мероприятия прошли без происшествий и особой работы для спасателей «Освод» не было. Но в такие дни «Освод» как-то специально готовится к массовым скоплениям людей у водоемов? Ну, буквально на все праздники, которые отмечаются у нас, важные культурные мероприятия, всегда мы готовимся и организуем службу по обеспечению безопасности людей на водоемах, особенно если эти мероприятия проходят вблизи водоемов. Ну и славно, что праздник оставил только приятные впечатления у всех участников. Мало кто знает, но «Освод» – одна из старейших организаций Беларуси. В этом году исполнилось 145 лет. Сергей Васильевич, я поздравляю вас и коллектив областной организации. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот такой почетный возраст, что позволяет так долго организации оставаться на плаву? Ну, потому что мы службу несем на плаву, на воде. Прежде всего поэтому. А вода всегда играла большую роль в жизни человека. И отдых, и труд, и жизнь людей многих поколений было связано с водой. И, к сожалению, вот освоение водных пространств никогда не обходилось без жертв. Поэтому та задача, которая решается нашим обществом – спасание людей на водах, она была важна и в прошлом, она актуальна и сейчас. Ну, также хотел бы сказать, что сохранить традиции общества от нынешней нашей организации, что в составе общества находятся как штатные работники, так и наш актив многочисленный, которые помогают нам в этой работе. Также осводовцы, я бы отметил, всегда находятся рядом с отдыхающими. Поэтому постоянный контакт у нас в течение каждого дня на водоеме. Даже многие друг друга знают уже и в лицо, и по имени. И после 1991 года, благодаря руководству нашего государства, в основном структура освода белорусского была сохранена. Ну, в отличие от наших других бывших союзных республик, где структура эта была сломана. Поэтому, благодаря этим решениям, а также указу президента, который состоялся в 2004 году, ряду постановлений правительства, были приняты меры для организации и улучшения работы нашего общества. А вот директивой номер один, президента республики Беларусь, на нас была возложена обязанность по скрению контроля за соблюдением правил охраны жизни людей на водах. И вот по результатам, и я бы сказал, такие цифры, что за последние пять лет, за каждые пять лет у нас спасается до 500-600 человек в области. Более 18 тысяч предупрежденных несчастных случаев. За последние пять лет количество утоплений сократилось на 388 человек вдвое. И, допустим, если 8-10 лет назад у нас в области гибло от утоплений от 170 до 200 человек, то последние годы эта цифра намного уменьшилась, порой в 4-5 раз. Вот, допустим, приведу такие примеры. 2011 год – 99 человек, 2012 год – 80, в 2013 году – 72 случаи, в 2015 – 40. То есть есть динамика улучшения обстановки. Есть такие районы, которые долгие годы живут без утоплений. Допустим, в Хонинском районе 7 лет не было утоплений, в течение 4-х лет в Октябрьском, Наравлянском, в течение 3-х лет в Житковическом, Петриковском. Так что вот эти цифры, итоги работы, они показывают необходимость и полезность общества для обеспечения безопасности людей. А в Житковическом и Петриковском там же весь Припять, очень близко, да, к населенным портам, очень много. Круппа, большая река, и это особо значимо. И заливает их поясной. Да. Хорошо. Ну вот мы переживаем такое, наверное, впервые в нашей истории. Период самых благоприятных и дружественных отношений с водной стихией, благодаря работе освода. Большая структура, она всегда состоит из ячеек. Скажите, пожалуйста, как организована работа первичных организаций? Ну, у нас, во-первых, 1773 первичных организации и 305 юридических членов освод на 1 января было, начало этого года. Первичные организации создаются районными организациями освод при наличии в этом коллективе не менее пяти членов, согласно устава нашего. Высшим органом является собрание, которое может проводиться по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год. Любой ли человек может вступить в освод, если появилось такое желание? Любой, кто достиг 16 лет. Какие-то проверочные испытания ему нужно для этого пройти? Нет. Достаточно заявления устного или письменного для вступления в организацию. Но какие-то обязательства при этом на себя человек берет? Ну, первое и главное обязательство его – это оказывать помощь людям, самому осваивать вопросы безопасности на воде, способы спасания и оказания помощи. Ну и в случае необходимости использовать эти знания. А если такого случая, к счастью, не предвидится, то, по крайней мере, передавать эти знания другим людям. Наверное, об этом мы еще позже поговорим. Об основной деятельности освода, в общем-то, многие знают, она достаточно обширна. Но есть в вашем уставе и такая задача, как организация массовых водно-спортивных соревнований. Расскажите, пожалуйста, кто является их участником? Ну, участниками являются, могут являться, это любой член освод. Ну, готовятся команды для подготовки. Прежде всего, это соревнования по спасательному многоборью, которые проводятся ежегодно. Туда входит плавание вольным стилем, 100 метров с преодолением препятствий. Только препятствия они не над водой, а под водой, разумеется. Это транспортировка манекена, то есть специфические виды прикладные, которые мы используем. Это подача спасательного круга весом 2,5 килограмма на точность и дальность. Спасание двумя спасателями одного человека с грунта и так далее. Отдельным видом у нас является выход катера по тревоге. Ну, это вид такой, который показывает слаженность и действия коллектива, допустим, спасательной станции, дежурной смены, которая в случае тревоги выходит по спасательной тревоге и оказывает помощь человеку. Ну, в этих соревнованиях, допустим, у нас есть определенные достижения. Вот выход катера по тревоге мы побеждали в 2007 году. Побеждали на уровне республики. В 2014, да, на уровне республики. В 2008 и 2015 были вторыми в этом соревновании. Также занимали призовые места в отдельных видах спасательного многоборья и многоборья призовые. Вот появился новый вид недавно, несколько лет назад. Это гонка катеров, то есть смотр, как бы подготовки техники. Соревнования все более зрелищными становятся. Когда у вас ближайшие? Мы проводим соревнования ежегодно в нашей области в конце июля или начале августа. Вот решение примем буквально скоро. Так что приглашаем и желающих посмотреть, и желающих поучаствовать в этом. Ну и, разумеется, мы обеспечиваем безопасность при проведении всех спортивных мероприятий, соревнований на воде. Вот поэтому участвуем и в обеспечении безопасности при проведении других мероприятий. Ну, конечно, лето в этом году, к сожалению, пока нас не очень радует. Погода и пляжи не особо заполнены. Работы у спасателей, к счастью, не так уж и много. Но печальная статистика утонувших уже открыта. Расскажите, пожалуйста, что явилось причиной несчастных случаев? Ну, у нас большинство случаев несчастных, которые произошли в этом году, это прежде всего касается падения в воду по различным причинам. То ли люди находились в состоянии алкогольного пенения, то ли это был приступ болезни, но это падение в воду. И падения в воду были не только водоемы, у нас были и падения в колодце, и падение было в бассейн. И вот с первым наступлением теплой погоды, буквально несколько недель назад, у нас появились и первые случаи погибших людей при купании. Ну, я приведу несколько примеров. В, допустим, в Ветковском районе, вблизи деревни Хальч, на реке Сож, 45-летний мужчина, находясь на отдыхе, пытался переплыть реку Сож. Доплыл он только до середины реки, после этого скрылся с поверхности реки и больше не появлялся. Вот, утонул. В городе Гомеле, на реке Сож, напротив Гроповского озера, молодой 19-летний человек двигался все время вдоль реки. Очевидно, он где-то попал на глубокое место, плавать не умел и погиб. В реке Припять спасатели обнаружили тело 46-летнего жителя города Петрикова. 17 мая 45-летний гомельчанин, находясь на отдыхе на реке Днепр в Реческом районе, решил тоже переплыть реку. Также доплыл только до середины реки. Ну, в основном обстоятельства и причины утопления в большинстве случаев, они остаются прежними из года в год. А главное, это беспечное отношение к своей личной безопасности, своей жизни, своему здоровью. Никто, как каждый из нас, не сможет лучше позаботиться о своей безопасности на воде. Ну, а люди достаточно безрассудны часто и, как мне кажется, наиболее рисковая такая категория – это рыбаки. Зимой только с остановлением самого первого льда уже они сидят и до самой весны летом по горло в воде прямо, да, в костюме химзащиты или на лодке. Объясняете людям, чем чревато их поведение или невозможно уже ничего исправить? Нет, объясняем постоянно. Во-первых, мы выступаем в коллективах, в трудовых тоже, и об этом постоянно ведем речь. Ведем речь в ходе проведения рейдов по водоему, в ходе беседы с рыбаками. Но, к сожалению, не всегда доходит до некоторых рыбаков вот эта позиция. Ну, особенно в зимний период, потому что практически игнорируется собственная безопасность. Это те же спасательные жилеты. К ним настолько отношение такое спокойное, что лед крепкий, мы его знаем. Ловим здесь многие десятилетия, и с нами ничего не случится. Но ведь это бывает только до случая, до определенного. По-разному может сложиться обстановка. А в летний период это также зачастую отсутствие жилетов, использование водных транспортных средств, которые непроверены, которые самодельные, непригодные для употребления. В весенний период, как правило, этот лов проводится браконьерским способом, когда запрещено рыбное ловля. Поэтому занимаются этим к темное время суток, да еще на неподготовленном транспортном средстве. И это приводит к падению транспортного средства, опрокидыванию его. И таких случаев, к сожалению, в этот весенний период было немало. Поэтому мы все-таки относим рыбаков к определенной группе риска. Ну, так же, как, допустим, во-первых, мужчины больше нарушают, чем женщины. Это процентов 86-90. Это люди, которые страдают различными хроническими заболеваниями. И самое печальное, что нередко те, кто страдает заболеваниями, они находятся у водоема в одиночестве. И когда случается, допустим, тот же приступ, и нужна помощь человеку, то эту помощь оказать некому. Ну, разумеется, нередко это в лодках нарушение. Главным является отсутствие спасательного жилета, который мог бы спасти человека в случае того же приступа болезни и так далее. Всегда находятся на берегу еще люди, рыбаки, которые окажут помощь в случае необходимости. Сергей Васильевич, сколько у нас спасательных станций работает в области? У нас 15 станций спасательных по области. Это наибольшее количество станций, если сравнить с другими областями. У нас 13 постоянно действующих спасательных постов. Также один пост открыт решением областполкома. В этом году в городе Гомеле еще один, 13-й. И у нас 11 сезонных спасательных постов, которые открыты на летний период с 1 мая по 31 августа. Также больше 50 постов действуют на ведомственных водоемах, а также в оздоровительных учреждениях. Работу спасательных станций накануне оценили наши корреспонденты. Давайте посмотрим сюжет. Сотрудники западной спасательной станции «Освод» в Гомеле все облюбованные горожанами несанкционированные пляжи, а точнее небольшие участки реки с песчаным берегом в зоне своей ответственности знают досконально. Купание именно в таких, на первый взгляд, идеальных условиях может привести к трагедии, особенно если совмещать его с употреблением спиртного. Кстати, это две главные причины гибели людей на воде. В самых опасных местах установлены предупреждающие знаки, причем не только на земле, но и на воде. Плюс таких запрещающих буев не только в заметности, но и в вандалоустойчивости. Знаки, расположенные на берегу, редко долго остаются в целостности, а до водных добраться нелегко. Ежедневно во время патрулирования спасатели объезжают несанкционированные пляжи, чтобы предотвратить возможные трагедии. Ведется постоянное патрулирование. Даже в такую погоду мы всегда делаем один-два рейда. Ну, как бы страхуясь и на всякий случай. Чтобы убедиться, что в нашем районе все спокойно. Ну, если не спокойно, то да, уже связываемся с ОВД. Ну, как идет уже, ну, регламент работы весь. Преимущества официальных пляжей в Гомеле-9 очевидны. Чистая вода, проверенное дно, отсутствие перепадов глубины, минимальное течение и сопутствующая инфраструктура. И самое главное – наличие спасателей, которые всегда придут на помощь. Есть тут свои правила и запреты. Именно избегая их, люди чаще отдают предпочтение диким пляжам. Не пугает невозможность получить немалый штраф, нереальная угроза безопасности их личной, а также их близких. Этим летом погода пока не балует жаркими днями. Пляжи пустуют, однако спасатели все равно бдительности не ослабляют. Техника и люди в постоянной готовности – дежурство, патрулирование и тренировки. Умения и навыки надо оттачивать, чтобы быть готовым к любой ситуации. В последние годы количество утонувших в Гомельской области стремительно уменьшается. Около десятка лет назад в области в год гибло до 200 человек. Сейчас эта цифра снизилась в пять раз. В 2016 году жертвами воды стали 40 жителей региона. Положительные тенденции – это не только результат совместной разъяснительной работы многих служб. Сами люди стали отдавать предпочтение безопасному отдыху. Люди становятся более бережливыми в своей жизни, к своим детям. Они адекватно оценивают эту обстановку и реагируют на эти замечания, которые мы им преподносим и указываем. Уже распитие напитков практически в этом году не замечено. Детей реже оставляют без присмотра. Если раньше были проблемы с купающимся на матрасах, то сейчас людям, если подходишь, делаешь замечания, они адекватно реагируют на эти замечания. И, соответственно, проблем становится намного меньше. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях ведущий специалист Гомельской областной организации «Освод» Сергей Костюченко. Сергей Васильевич, снижение числа погибших в пять раз – это, как мне кажется, очень хорошая динамика. То есть вот эти меры – профилактическая работа, патрулирование, дежурство – уже сейчас они приносят свой результат. А значит, работа налажена эффективно? Ну, недостатки всегда есть в работе. Поэтому предела для совершенствования нет. Как бы вы хотели усовершенствовать ее? Ну, во-первых, работа эта организована не только на уровне нашей организации. Эта работа организована на уровне области, на уровне районов. И активно руководят этой работой местные органы власти. Поэтому эта работа уже налаживается положительно. Ну, хотелось бы, чтобы все те решения, которые принимаются и планируются, они качественно проводились в жизни. Но что касается патрулирования, вы говорили, то патрулирование проводится ежедневно в районах действия спасательных станций и спасательных постов. Или же по воде, или же в пешем порядке по берегу, где ведется разговор и диалог с людьми, где делаются замечания в случае нарушения, где дети оставляются без присмотра уреза воды. Ну, иногда бывают родители где-то находятся на песочке на берегу, подальше от них. Ну, подавляющее большинство положительно реагирует вот на эти вопросы. Ну и проводятся рейдовые мероприятия, плановые. В каждом районе утверждены графики рейдов. И вместе с нами участвуют различные структуры представителей органов власти, МВД, МЧС, государственные инспекции по маломерным судам, чтобы был разговор, диалог шел с судоводителями, с рыбаками и так далее. Это и представители органов образования, комиссии инспекции по делам несовершеннолетних. Ну, также мы взаимодействуем и со многими другими структурами. Это и БРСМ, и Красный Крест, и пограничники, и инспекция по охране животного и растительного мира, и многие другие структуры. Ну, в этом году уже с начала года проведено более 550 рейдов. Из них половина проведена нашими силами собственными, и половина вместе со всеми субъектами профилактики. Разумеется, это имеет свой положительный результат и приносит положительные плоды. Многие люди себя по-другому может совсем ведут, особенно на местах, предназначенных для купания, на пляжах. В этих местах и люди себя по-другому ведут. То есть люди поняли уже, что они на пляже не одни, что контроль ведется. Да, безусловно. Но, к сожалению, добраться до любого водоема, который не предназначен официально для купания, невозможно. И что там происходит, это вы уже узнаете потом, постфактум, да, от правоохранителей. Или узнаем потом, или же узнаем в ходе проведения данных рейдов. Изучаем на месте обстановку, и там принимаем решения. И принимаются решения, которые бы положительно повлияли именно в этом месте и на данном водоеме. Или там выставляются какие-то знаки предупреждающие, или какие-то стенды. Там ведется разговор с людьми, беседа индивидуальная и со взрослыми, и с детьми по правилам поведения. Кто-то предупреждается, а если где-то кто-то и нарушает, то от него принимаются и меры административного воздействия. Отдыхающих, таких, которые выпивающие на пляжах, меньше стало в последнее время? Говорил об этом ваш специалист. Ну, я бы не сказал, чтобы кто-то мог себе открыто позволить употреблять алкоголь на пляжах. Если это кто-то и сделал, то это сделано тайком, прячась. Но на городских, наверное, нет. Да, чаще, может, бывает, когда появляются люди уже в этом состоянии на пляже. Но никто ему не позволит, и спасатели, зайти в воду. Будут приняты всевозможные меры, чтобы данный человек не вошел в воду в данном состоянии. Или покинул пляж. Ну, а если он себя ведет неадекватно, то в этом случае мы сообщаем в органы внутренних дел. У нас есть совместный план по взаимодействию. И прибывает соответствующий наряд, и принимаются меры уже административного воздействия. Сергей Васильевич, ну, такая достаточно для лета привычная картинка. Шашлыки, конечно, может быть, там какой-то прием горячительных напитков. Должен ли сотрудник освода вмешиваться? Имеет ли он полномочия? И, собственно, во что вмешиваться, если еще ничего не произошло? Ну, мы проводим в основном профилактическую работу. Ну, а если видим нарушения, то мы требуем их соблюдать решения согласно действующего нашего законодательства. Призываем их к этому. Принимать какие-то административные меры мы на то полномочий не имеем, и поэтому не принимаем. Но мы можем задействовать те силы, которые для этого имеют полномочий. Ну, сначала мы, разумеется, ограничиваемся и беседой предупредительной, и внушением, и разговором с людьми. Скажите, пожалуйста, на какую медицинскую помощь может рассчитывать отдыхающий на пляже человек? Значит, человек может рассчитывать на любую медицинскую помощь на пляже. Ну, в основном, которое случается в случае, это или порезы какие-то, или, может быть, сердечный какой-то приступ или болезнь у человека. На каждой станции спасательной, которая находится на пляжах, есть медицинские работники, которые дежурят и сразу оказывают необходимую помощь. На постах многих, на которых по штату не предусмотрен медработник, согласно решению местных органов власти, дежурит медицинский работник ближайшего медицинского учреждения, согласно графику, утвержденного в районе. Ну, а если нужна уже помощь в стационарном учреждении, то для этого есть связь, когда вызывается скорая помощь, и больной этот уже сопровождается в стационарном медицинском учреждении. Знают люди о такой возможности? Обращаются за помощью? Обращаются. Они об этом знают, обращаются. Ну, правила, порезы, которые случаются. Может быть, какие-то тепловые, вот бывают солнечные, вот перегрев на воздухе. Ну, этим летом пока, наверное, нет. Ну, мы надеемся, что погода будет хорошая. Но перегрева, чтобы не было. Поэтому проблемы будут. Сергей Сергеевич, каких правил нужно придерживаться, чтобы безопасно отдыхать на водоемах? С таким вопросом корреспонденты обратились на улицы к гомельчанам. Давайте узнаем, как люди отвечали. Во-первых, резко не заходить в воду, если очень высокая температура воздуха. Медленно заходить в воду, обдаться водой, а затем плавать. Начинать отдыхать на воде. Купание должно проводиться только в специально оборудованных, ну, водоемах или частях водоема, где имеется служба спасения, ограждение, описывая это самое, ну, проверенное. Близко к воде нельзя подходить, ни в трёхом состоянии. Это раз. Детей не допускать ближе, как говорится, без сопровождения родителей. Всегда, как говорится, чтобы дети были, как говорится, на глазах. Кроме того, при температуре воды ниже 5-6 градусов даже и думать не надо о том, чтобы купаться там. Ну и глубина должна быть. Купаться только в специально отведённых для этой цели местах и водоёмах. Для начала нужно уверенно научиться плавать. Не купаться в запрёщённых местах. Не устраивать опасные игры на воде и, допустим, не заплывать за буйки. Ну, во-первых, не купаться, наверное, в одиночку в незнакомых местах. Потом не злоупотреблять спиртным. И рассчитывать свои силы на умение плавать. Я думаю, во-первых, нужно не заплывать за буйки, не купаться в неустановленных местах. Также не употреблять спиртные напитки. Ну и, конечно же, учиться лучше плавать. Если я нахожусь в компании с маленькими детьми, я всегда стараюсь следить за тем, чтобы они не отплывали далеко от меня. И всегда слежу за тем, как они себя ведут на воде. В первую очередь стоит соблюдать правила, установленные в определённых местах. Не употреблять алкогольные напитки в неустановленных местах, а в частности, около воды. Ну и, в общем, не купаться, например, в плохую погоду и в неустановленных местах. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Мы говорим сегодня о безопасности на воде. Сергей Васильевич, исчерпывающе или есть ещё что добавить к тому, что люди говорили? Ну, люди говорили всё очень правильно. И если бы большинство людей соблюдало всё это, то было бы хорошо. Но, к сожалению, особенно в жаркий период, высокой температуры, у нас практически все водоёмы и предназначены, и не предназначены для купания. Весь берег реки, а река у нас проходит через весь город, каждый буквально 10 метров – это выбранное место для отдыха, а зачастую и для купания людей, где они отдыхают, в том числе и с семьями, и с маленькими детьми и так далее. И поэтому каждые 10 метров, не предназначенные для купания, они представляют угрозу. Второй момент, правильно говорили про спиртные напитки. Что спиртные напитки – это путь в происшествие, прежде всего. Если употребляются напитки на берегу или проводится какое-то мероприятие, то это, как правило, у нас компания теряет в лучшем случае одного человека. Они теряют его из вида, и поиски начинаются потом уже, когда уже искать его поздно. Поэтому спиртные напитки, разумеется, употреблять у воды нельзя. В воде не за что ухватиться. Если упал на землю, то на земле еще могут помочь или подобрать добрые люди и куда-то довезти. А в воде некуда падать, там не за что ухватиться, поэтому человек погибнет обязательно. Ну и отдыхать нужно, как правильно говорили, именно на пляжах. Потому что на пляжах у нас люди не гибнут. И этих происшествий не происходит. Поэтому там не только находятся спасатели, там много людей, которые тоже могут прийти на помощь, находятся рядом с тобой, отдыхают. А что касается умения плавать, вы говорили, что погибают люди при попытке переплыть реку. То есть люди уверенные в своей способности хорошо плавать. Ну как показывает статистика, что гибнет... Те, кто плавать не умеет, они гибнут намного реже. В основном это гибнут те, кто умеет плавать, переоценивает свои силы. Он считает, что с ним ничего не случится. И поэтому он плывет по любому водоему, который только видит перед собой. Ну допустим, так называемое Обкомовское озеро у нас. Там у нас даже диалог состоялся с отдыхающими, которые были недовольны, что мы их потревожили. И объясняли, что это место запрещенное для купания, там купаться нельзя. Там глубина до 24 метров. Там в любое время, даже самую жаркую погоду, только пригрывается верхний слой воды до метра. А дальше вода холодная. И перепады температур, они могут привести к различным, в общем, неприятным явлениям. Но поэтому запрещено для купания? Оно просто не предназначено для купания. Там это не подготовлено, ни дно там необходимо готовить. Там нужно большое вложение средств, очень большие, чтобы привести ее к моменту купания. Там буквально 6-8 метров от берега сразу резкие обрывы. До 6-8-10 метров. Поэтому оно не отвечает требованиям по нормативам, по безопасности. Там установлены знаки? Знаки периодически устанавливаются, периодически кем-то они исчезают, эти знаки, к сожалению. Сергей Васильевич, еще такая информация. Пользователи в соцсетях активно распространяют, что тонущий человек, он не выглядит так, как это показывают в кинофильмах. Он не машет руками и не зовет на помощь, и не кричит. Он только слегка-слегка выныривает, глотает воздух и опять дальше борется. При этом совершает абсолютно хаотичные движения, которые ему не помогают. Правда ли это? Большая часть утонувших людей, они не подают сигналов о помощи. Ни голосовых, ни других не зовут на помощь. По различным причинам. Очевидно, что что-то повлияет на то, что они не могут этого сделать. То ли у них попала вода в дыхательный путь, и они не могут этого совершить. То ли состояние здоровья. Они просто исчезают с поверхности воды, и если вовремя их не увидеть, то и помощь, соответственно, не оказать. А если они находятся еще на глубине, большой, допустим, и под ними 5-8 метров глубина, то никакой матрос-спасатель помощи им не окажет, потому что не в состоянии он без водолазного снаряжения оказать. Это водолазное снаряжение есть там, где есть станция спасательная. А где есть пост, там спасатель только может сам что-то сделать, плюс используя ласты и маску. Но с такой глубины это сделать очень сложно. Поэтому и правильно гражданин говорил, что необходимо плыть. Мы обычно советуем, хочешь плыть много, плыви вдоль берега, чтобы в любой момент мог встать на ноги. Переплыть вот так, по диаметру, да? Да, вдоль берега плыви. Закончился пляж, плыви в обратную сторону. Сколько хочешь плавать, если уж такое большое желание. Но нельзя свои силы переоценивать, и плыть через глубокий водоем, это может привести к трагедии. А что делает спасатель, если вот у него на участке такое происходит? Ну вот заплыл человек, помочь он ему ничем не может. Требует, чтобы он вернулся, допустим, за буйки. Вернулся за буйки. Ну в основном правильно реагируют люди. И возвращаются где-то с улыбкой, где-то как, но возвращаются. Правда ли, что тонущий человек может увлечь за собою того, кто пытается оказать ему помощь? Если спасаешь, то нужно, разумеется, соблюдать безопасность. А тот, кто нарушил и тонет, он тоже создает угрозу для того человека, кто приходит к нему на помощь. Потому что вся эта бравада, она до поры до времени. Когда наступает сложная ситуация, и человек начинает тонуть, то он хватается за все то, что можно схватиться. И поэтому он может захватить своего спасителя так, что тот может не выйти с этого захвата. Поэтому есть определенные и правила, которые говорят о том, что нужно только сзади заходить к спасаемому, определенно уметь его захватывать, чтобы он не причинил вреда своему спасителю. Сергей Васильевич, лето – это еще и хорошее время для того, чтобы встречаться с детьми, которые в лагерях, пришкольных, в санаториях. И вот им все это объясняют. Дети сейчас, мне кажется, хорошо подкованные в вопросах безопасности. Как вы считаете? Я вам скажу, что дети и в наших учебных учреждениях, в школах, и даже в детских садиках порой подготовлены неплохо. Даже еще, может быть, и лучше некоторых родителей могут отвечать и говорить. Вопрос только, когда они подрастают, куда все это дается. Что с ними начинается отдельно происходить, что они совершенно по-другому себя ведут. Какие ошибки дети допускают на воде? На воде ошибки… Главные ошибки – это купание в местах, запрещенных для купания или непредназначенных для купания. Это то, что малолетние дети, по крайней мере, до 14-летнего возраста находятся на водоемах одни, без присутствия взрослых. И порой не приходят на пляж, а стараются найти где-то место другое, уединенное, какие-то обрывы, какие-то старые баржи заброшенные и так далее. И главное, что порой не понимают. Очевидно, в этом виноваты мы, взрослые. Виноваты по той причине, что мы не подаем пример. Тому, чему научили их уже в школе и так далее, мы порой на практике не подаем им примера. И они видят, если мы идем в место, там, где нельзя купаться, почему бы там ребенку не купаться? Если взрослый прыгает с самодельного трамплина, то почему бы ребенку там не прыгнуть? Ведь он тоже думает, что это дозволено и так далее. Начинать надо с себя, да? Говорят же, воспитывайте детей, воспитывайте себя. Показывать пример детям, учить их этому, с ними вместе отдыхать, тогда и они будут себя вести по-другому. Спасибо большое, Сергей Васильевич, за сегодняшний диалог. Сегодня гостем нашей программы был ведущий специалист Гомельской областной организации «Асфот» Сергей Костюченко. Я с вами прощаюсь на неделю. Берегите себя и своих детей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова